МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. 5 сентября в администрации Десногорска прошел круглый стол по вопросам повышения качества медицинского обслуживания населения. О том, как прошло совещание, в нашем следующем сюжете. В современной экономической ситуации в медицинских учреждениях атомных городов сложилась трудная финансовая ситуация. Снизилось материально-техническое обеспечение, не обновляется оборудование. Низкие зарплаты врачей и медицинского персонала приводят к оттоку высококвалифицированных специалистов. А все это приводит к снижению качества медицинского обслуживания населения городов расположения атомных объектов. Госкорпорация «Росатом» считает качество и доступность медицины одним из ключевых элементов безопасности отрасли. Поэтому в июне этого года генеральный директор «Росатома» Сергей Кириенко провел отдельное заседание Общественного совета госкорпорации и руководства ФМБА России, где было решено создать комиссию для инспекции медицинских учреждений в муниципалитетах. Так, 5 сентября в Десногорске прошел круглый стол, на котором рассматривались результаты работы такой комиссии. В работе круглого стола приняли участие руководство Федерального медико-биологического агентства, корпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», депутаты Смоленской областной думы и Десногорского гурсовета, руководители администрации муниципального образования, представители медицинской отрасли и общественности города. Все участники совещания обеспокоены положением дел в медсанчасти, так как она единственное лечебное заведение в городе и обслуживает как жителей города, так и персонал атомной станции. Заключение комиссии было внимательно изучено. Многие участники высказали свои предложения по исправлению сложившейся ситуации. В результате двухчасовой работы были разработаны рекомендации по взаимному сотрудничеству госкорпорации «Росатом» концерна, федерального агентства «Медсанчасти-135», администрации Десногорска, а также поддержки от депутатского корпуса области и города для исправления сложившейся ситуации в «Медсанчасти-135». 24 сентября региональное управление Роспотребнадзора устроит день открытых дверей для предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса смогут получить бесплатную консультацию. С 10 до 16 часов специалисты ведомства ответят на вопросы по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Телефоны для справок 38 25 10 30 48 01. Вопросы можно направить по электронной почте, адрес которой вы видите на экране. По информации регионального УФА с 31 августа по 6 сентября снизились оптово-отпускные цены в Роснефти на дизельное топливо на 0,3%. В Лукоиле ценники не изменились. В администрации Десногорска состоялось очередное заседание комиссии, в обязанности которой входит определение степени виновности нарушителя областного административного законодательства и вынесение решения о наказании. 6 сентября рассмотрели 16 протоколов. По статье 17.4 областного закона за нарушение правил благоустройства на территории города было представлено 11 протоколов. В основном это нарушение парковки. Двух нарушителей оштрафовали на 3 тысячи рублей, а остальные, кто не пришел на административную комиссию, теперь заплатят штраф в размере 4 тысяч рублей. За нарушение тишины с 22 до 6 часов в статье 27 областного закона рассмотрели 5 протоколов. По ним приняты следующие решения. Наказать в виде штрафа в 1 тысячу рублей 4 нарушителей. А с одним нарушителем провели профилактическую беседу и просто предупредили. На территории Смоленской области ведет свою работу поисковый отряд «Доброходы» в рамках регионального проекта «Связь поколений». Участники проекта ухаживают за воинскими захоронениями, мемориалами, одиночными могилами и памятными историческими местами. В этот проект включились и десногорские школьники. 2 сентября учащиеся первой школы привели в порядок памятный знак в деревне Серебрянка. Обучающиеся школы номер 2 организовали уборку мусора на Кургане Славы. А ребята школ номер 3 и 4 посетили могилы партизан Косарева и Ефремова и привели их в порядок. Автомобиль с семьей Смоленской области стал миллионным, доставленным в Крым через Керченский пролив. Отсчет въехавших на остров авто через переправу ввели с начала 2016 года. Юбилейным стал отечественный автомобиль «Лада Калина», на который семья Новицких из Смоленска прибыла на отдых в Севастополь. В этом году самый старейший детский сад Десногорска отмечает юбилей. Поздравить коллектив «Чебурашки» пришли коллеги, друзья и воспитанники разных лет. 40 лет назад детский сад распахнул двери для своих воспитанников. За эти годы почти 2000 маленьких десногорцев пошли в школу из «Чебурашки». Провесник нашего города детский сад жил, рос и хорошел вместе с Десногорском. Он и сейчас держит высокую марку и всегда готов продемонстрировать свои достижения гостям любого уровня. С такими показателями детский сад «Чебурашка» подошел к своему солидному юбилею. В городской центр «Досуга» к юбиляру пришли гости. Со сцены звучали слова поздравлений в адрес коллектива, благодаря которому на сцене блистали маленькие звезды-воспитанники детского сада. На сцену поднимались с поздравлениями выпускники. Одним из них оказался глава нашего города Вячеслав Сидунков. Я с удивлением в одном из первых кадров себя заметил. Конечно, я никогда не забывал, что являюсь выпускником нашего самого замечательного детского сада «Чебурашка», моего любимого сада. И несмотря на то, что было это больше, чем три десятилетия назад, я покинул стены этого сада, я, конечно, помню теплое, душевное отношение к этому саду. Коллектив садика поздравляли руководители администрации Смоленской области, атомные станции, депутаты как областной думы, так и городского совета, коллеги по цеху и, конечно, друзья. Многие из них пришли к юбиляру с подарками, и коллектив садика не остался в долгу. Все шефы и спонсоры получили на память маленькие сувениры. Смоляне стали чаще болеть гриппом ОРВИ. По информации Роспотребнадзора, с 29 августа по 4 сентября, в сравнении с предыдущей неделей, число заболевших увеличилось на 16%. Рост величины интенсивного показателя имеет место во всех возрастных группах, за исключением группы детей от 3 до 6 лет. Однако, в целом уровень не превысил эпидемический порог. Ведомстве напоминают, что с 29 августа на территории региона началась кампания по вакцинации детского населения и беременных женщин против гриппа вакцины Гриппол+. А сейчас криминальные новости. В Ершичах убили управляющего охотхозяйством. Трагедия произошла 3 сентября около 23 часов. 39-летний мужчина погиб от выстрела из охотничьего ружья. Подозреваемый был задержан полицейскими. По предварительной информации, происшествие случилось на почве бытового конфликта. Убийце грозит срок до 15 лет лишения свободы. Смоленские таможенники запретили ввоз более 50 тонн турецкого винограда. Груз следовал на трех белорусских фурах. Перевозчикам теперь грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей. В конкурсе профмастерства в номинации лучший начальник караула в Смоленской области на фестивале «Созвездие мужества», который прошел в рамках года пожарной охраны. Победителем стал дисногорец Евгений Денисов, начальник караула первой пожарно-спасательной части. Проект «Старшее поколение» продолжает объединять ветеранов и первостроителей нашего города. Подробности далее. В школе номер 4 за столиком из Чаем встретились ветераны педагогического труда и предприятия «Гидрострой». С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель главы муниципального образования города Десногорск Сергей Тощев. Стройка была комсомольской. Все тогда были молодыми, задорными, так скажем. И, собственно, на ваших глазах, те, кто с самого начала стройки здесь живет в городе и работает, на ваших глазах город строится. И то, что он стал вот таким красивым, замечательным, чистым. В неформальной обстановке ветераны пообщались с руководством города. В основном их, как и всех горожан, интересовало благоустройство города и ремонт школы. Хочется, чтобы и школа, так скажем, была у нас современная и отремонтированная. В этот вечер в торжественной обстановке все участники встречи получили удостоверение и значки гражданин страны Росатом. Очень хорошо, что организовывают такие встречи, что можно задать вопросы, пообщаться с администрацией. Украшением мероприятия стал небольшой концерт, который подготовили педагоги и ученики четвертой школы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok